Всем привет! В сегодняшнем видео я бы хотела вам показать образ Анастейши Стилл. Анастейши Стилл это главная героиня фильма 50 оттенков серого и новый фильм на 50 оттенков темнее. Если вы не смотрели этот фильм. Я не знаю много вы потеряли или нет. Возможно да, а возможно нет. Фильм на тему 18+, естественно. Поэтому я даже не знаю рекомендовать вам этот фильм. Ладно, все. Я сегодня очень постаралась для того, чтобы показать вам полностью как добиться эффекта Анастейши Стилл. Красивая кожа, привлекательные губы и здоровый румянец на лице. Приятного просмотра! Визажист, это женщина, которая воссоздала образы к этому фильму, использовала косметику Make Up For Ever. Но я хочу сделать маленькую пометочку, что Make Up For Ever не всем по карману. Не у каждого дома есть полный арсенал. Тем более, была коллекция в 2015 году, лимитированная, которая была посвящена конкретно этому фильму. Итак, кожа и губы. Губы и кожа – это то, что в этом макияже самое-самое выдающееся и классное. И такое хорошее слово – Glow Skin. Вот именно Glow Skin нам и нужно. Для этого нужно кожу хорошенечко увлажнить перед тем, как наносить по тональную основу. Я кожу свою уже увлажнила. У меня умывание от Lash, кукурузная. Это пикантная кукуруза. Очень классное умывание, которое после себя оставляет ощущение глубокого увлажнения на коже. Вы же, в свою очередь, можете выбрать тот способ увлажнения кожи, который вам удобен. Можете сделать маску, нанести какой-то увлажняющий крем. Сам. А губы я увлажнила. Это бальзам от Pounders, масло какао, свой волстик. Классная штука. Я ее каждый день под томаду наношу. Я сегодня буду использовать BB-крем от Le Roche-Posay. И вот такой вот Luminati Booster. Луминизирующие капельки от Sephora. Не знаю, почему в России Sephora называют Sephora. Не знаю, как правильно, но я привыкла к американскому произношению. И это Sephora. Sephora – капельки, которые содержат витамин С. и они преображают цвет кожи и делают ее более сияющей. Не очень много. И сразу скажу, что буду наносить это пальчиками. Буквально две три капельки. Я уже пробовала наносить такой микс на кожу при помощи бьюти-блендера. Но все-таки такой BB-крем, больше ухаживающий, чем тонирующий, нужно наносить, наверное, лучше пальчиком. Вот такая получилась виденькая у меня водичка. Ну и вот так это все я буду наносить на лицо. Вот. Нанесли. Прекрасно. Получилось замечательно. Следующий шаг – это консилер. Консилер я буду наносить вот так. Вот сюда. Вот так. Это треугольничек для того, чтобы сделать взгляд более открытым. Нос тоньше, чем он есть. Кто этого не хочет? Не знаю. Есть такие люди? Нет? Нос будем делать тоньше. Так. Нарисовали. Такую вот штукенцию. И здесь я уже буду пользоваться бьюти-блендером. Кстати, да. Маленький такой хак. Если вам не хочется тратить полторы тысячи рублей на блендер, на бьюти-блендер, на блендер можно потратить полторы тысячи рублей. Если вам не хотите, но вы хотите тот же эффект, если вы его намочите, он набухнет и станет такой очень-очень приятный в использовании, то я вам рекомендую зайти в H&M и, по-моему, за 200 или за 300 рублей купить вот такой прекрасный спонж, который обладает всеми теми же функциями. По-моему, он латексный. Он просто изумитель. Он точно такой же по результату нанесения, но он в разы дешевле. Я поэтому рекомендую вам воспользоваться именно этим способом. И помимо того, что мы высветили немного зону под глазами, мы убираем наши прыщи, если они у вас есть. Может быть, какие-то шерамики или что угодно. Все. Вижу, что в принципе, в общем и целом, лицо получилось замечательным. Следующим этапом я буду наносить пудру. Но, смотрите, здесь уже есть несколько вариантов, какую пудру вы хотите наносить. Желательно, чтобы эта пудра была максимально незаметной на лице. Вот она у меня такая супер прозрачная. Кисть самая простая Алиэкспресс. Я наношу под глаза. Чуть-чуть то, что осталось на кисти, наношу вот сюда, потому что здесь у меня возможно некоторое расширение пор, которое может привести к скатыванию тональной основы. И чуть-чуть. Т-зона, но не настолько, чтобы вы превращали свое лицо в стол, на котором лепили пельмени. Следующее, что мы делаем, это мы берем какие-нибудь максимально нейтральные тени. Я буду использовать вот эти. Вот они у меня. Это палетка от Слик. Слик мейкап. Пожалуйста, чуть-чуть мы наносим сюда. Теперь чистой кистью вот эти границы мы как бы немного тушуем, чтобы фактически не было видно, что вообще есть тени на глазах. Вы понимаете? Теперь мне нужна вот такая кисть плоская, любая кисть тоненькая какая-нибудь. Для того, чтобы взять темные тени. Вот это будут вот такие коричневые тени. Взять их совсем чуть-чуть и нанести вдоль ресничного края. Я самый классный сейчас визажист в истории YouTube, потому что у меня нет бронзера. Но у меня есть волшебная палетка нюдовая от L'Oreal, которая мне безумно нравится. Она мне уже два года и здесь вот уже много зияет ран. Но смотрите. Вот здесь есть такой оттенок. И вот их три здесь. Это идеальный холодный оттенок для меня для того, чтобы наносить его на те места, которые мне надо отконтурировать. Значит, Анастейша, так скажем, мы пытаемся воссоздать все моменты, которые в ее образе были очень привлекательны. И в ее образе были очень привлекательны вот эти места. Вот эти. Так, пока я тут говорила, у меня уже нос. Ничего особенного с носом. Просто чуть-чуть сделать его тоньше. И теперь улыбаемся. И вот на эти места. Вот. Теперь мы будем делать бровки. Видите, у меня есть некоторые пробелы в бровях. Пробелы в бровях. Которые хочется мне заполнить. Для этого я беру помадку от MAC. Она хоть у меня уже и подсохла, все равно она свое дело делает. Теперь берем зеркальце поближе, чтобы я себя видела. И буквально вот маленькими такими штришочками. Разница есть. Разница есть. Я не знаю, как случилось это недоразумение. Но моя камера после 23 минут съемки просто остановила весь процесс. За это время, что она не снимала, я успела накрасить ресницы. И все. Хайлайтер. Так. Вот у нас хайлайтер. Вот он. Такой хайлайтер. Тоже палетка Sleek Makeup в розовинку. Куда я наношу хайлайтер? Я его наношу прямо вот сюда. Вот так вот. Ставлю кисть и круговыми движениями вот здесь вот так вот вожу. То же самое делаю с этой стороны и с этой стороны. На носу в смысле. И над губой. Стандартно. Хайлайтер. Теперь вся соль программы. У меня здесь два варианта, впрочем, как и у вас тоже два варианта. Можно использовать обычные румяна. Ну, вот подобные, пудровые, так скажем, румяна. Или жидкий румяна. У меня этот тинт от Devor Chicken Lip Glow, который я показывала еще когда я была беременная. После я его благополучно положила на целый год в ящик и забыла вообще думать про него. Вдруг я его снова достала и поняла, что вот оно счастье. Я снова без ума от него, но здесь осталась буквально последняя капля. В чем преимущество этого средства? Ой. Отлонилась кистью. Преимущество этого средства в том, что оно при нанесении на кожу настолько сливается с ее текстурой, что вот человек, который не знает, что у вас это на лице, он вообще не поймет, что у вас что-то есть на нем. Очень удобно наносить такой вот тинт, когда у вас нет макияжа вообще. Карандаш для губ. У меня здесь два карандаша. Это Мак и карандаш от Ива Мозаик. Не знаю, Ева или Ива. И Ева это очень бюджетная косметика. Мак это не самая бюджетная косметика, но два этих бренда я бы сказала, что практически взаимозаменяемы в плане карандашей для губ. Эти оттенки разные, но текстура и стойкость, даже вот нанесение одинаковое. Я вам клянусь, это одинаково. Поэтому я наношу карандаш на контур губ. А зачем я это делаю? Чтобы сделать губы более пухлыми. Как будто бы они у меня больше, чем они есть и красивше, чем они. И теперь наношу тинт на губы. Да, губы выглядят так, как будто они такие должны быть. Это в принципе тот самый эффект, которого и нужно было добиться. К сожалению, у меня нет челки, как у Анастейши. Чтобы я могла восполнить образ до конца. Чтобы я могла показать, как же она все-таки выглядит. Вот такой получился у нас макияж Анастейший стил. И я вижу, что он очень похож. Я вижу, что мы сделали то, что нужно было. Кожа получилась очень такой упругой и очень сияющей. И губы, и щеки, все получилось очень красиво. И все очень получилось так, как я хотела. До скорой встречи. Пишите мне комментарии, если вдруг вы хотите какой-то еще образ. Чтобы я его разобрала и сказала, какие есть в нем нюансы и акценты. Пожалуйста, пишите мне. Все. До скорой встречи. Пока.